Шашлык в мангале зимой, друзья, не всегда хорошая идея, то еще приключение, то темнеет рано, то просто холодно и не хочется стоять около этого мангала и крутить эти шампура, чтобы не сгорели. И сегодня, друзья, я решил провести один эксперимент. Вот вы видите кирпичи, которые у меня тут лежат с весны этого года, в надежде, что когда-нибудь сделаю тандыр, чтобы можно было и лепешки печь и так далее. Тут мне в интернете попался ролик, в котором люди, сделав этот тандыр, просто так вот, положив кирпич на кирпич, пекут хлеб, запекают курятину. И я подумал, а это идея, и не надо будет стоять около мангала, не надо будет попоморозить. И вот сегодня мы с вами проверим эту идею, ребята. Можно ли за 15 минут, без какого бы то ни было цемента или глийного раствора, вот из этих самых кирпичей, сделать полноценный тандыр, в котором получается вкусный хашлык. Ну вот, друзья, не прошло 15 минут. Тут мой мини-тандыр готов. Теперь давайте испытаем шампурами. Отлично. То есть, если оно будет висеть, то оно как раз будет висеть. Ну, чтобы наверняка, я, пожалуй, еще добавлю один ряд. Здесь примерно сколько? Ну, 6-8 шампуров у меня поместится. Вот такой вот поддувальцы, которые я открою в момент растопки. Ну, а теперь наверняка у меня все получится. А теперь надо придумать, какую же крышку я сделаю для этого тандыра. Опа! Первое, что у меня пришло в голову, это вот эта вот доска, двухсотая. Если две такие доски сколотить вместе, то будет как раз нормальная крышка. Понятно, что рано или поздно деревьях прогорит, но нам-то не нужно надолго. Ну, сколько я раз в этом тандыре сделаю? Может быть, два, может быть, три. Хотя, друзья, нет ничего более постоянного, чем временное. Глядишь, как понравится. Ну что, друзья, вот и готов моя импровизированная крышка. Две доски двадцатки. Внизу вот такая же еще одна с крючочками из гвоздей. Опа! И вверху вот такая импровизированная ручка, чтобы легче было поднимать. Я все это вижу следующим образом. Нанизываю вот так вот шашлыки. Потом поднимаю и опускаю. И вот в таком состоянии все это будет выпекаться. Уже, видите, темнеет. С мангалом уже было бы совсем не кстати. А вот эту вот шайтан-машину сейчас с вами раскочегарим. Вот так вот, ребята, я его забил дровами. Практически по самую горловину. Ну вот и наступает самый ответственный момент. Сейчас будем, ребята, запускать с вами мангал. На видео других блогеров, ребята, это выглядит как-то быстрее и легче. Пока у меня тут разжигается, я тут параллельно нахожу всякие косячки. Ну, судя по веселому дымку, который поднимается, фу, вот отсюда процесс, мне кажется, запустился. Да, друзья, есть и вот такая оказия. Надо сейчас чем-то залеплять. Ну, пока я вам хочу сказать, дым валит со всех сторон, со всех щелей. В основном, конечно, сверху. Это объяснимо, потому что кирпичи сырые и им нужно время просохнуть. Я думаю, что вот в этом дыме половина это пар. Так, ребята, видите, все, дым прекратился со всех сторон. Это означает, что тандыр прогрелся. И вот если мы сейчас посмотрим внутрь, видите, пока там еще черное, но уже потихоньку прогревается. Все угли прогорели. Смотрите, какие стенки стали чистые, белые. Это значит, что температура достаточна для того, чтобы зажаривать. Сейчас мы немножко загасим вот эти угли. У нас все готово. Мясо я тоже принес. Ну что, ребята, интересно, выдержит моя деревянная конструкция или нет? Там еще угли, поэтому риск того, что нижние кусочки сгорят, очень велик. Но я надеюсь, что за это время, за счет того, что воздух не поступает, все эти угли перестанут дымить. Хотя, хрен его знает, тут такое количество щелей. На то у нас с вами и эксперимент. Ой, слушайте, ну запахло сразу. Невообразимо. Не знаю, что это валит, пар или дым. Но что я вам хочу сказать, то, что вот через щели, я вижу, как там плеют огонечки. Их прям видно. Поэтому риск того, что мое мясо сгорит, очень большой. Фу! Ой, ой, ой. Фу! Как в бане. Ребята, закинул на 25 минут. Не знаю, много или мало, потому что эксперимент, вы сами это знаете. Нижние куски сгорели в хлам. Это говорит о том, друзья, что надо было дождаться, когда угли прогорят совсем. Я, честно говоря, побоялся, что пока все это будет происходить, у меня остынут кирпичи. Потому что все-таки щели-то существуют, понимаете. Ну, хотя некоторые шашлычки очень даже выглядят достойно. Пахнет вкусно, ребята. Ну, чтобы подвести итог, ребята. Для тандыры, который я сделал ровным счетом за 15 минут, просто сложив вот кирпичики нужным образом, ну и 5 минут потратил на вот эту крышку. Результат, на мой взгляд, очень превосходный. Поэтому тандыры это не такая уж и сложная штука. А если бы все вот это вот еще промазать глиной, чтобы холодный воздух ниоткуда не поступал, не поддувало, я уверен, что мой шашлычок был бы просто закачаешься. Ну, а сейчас я и этот пойду съем. Пахнет, ребята, потрясающе. Смело берите старые кирпичи, складывайте из них вот такие вот конструкции. Это будет точно лучше и полезнее, чем они будут просто у вас лежать в ненужной кучке. То, как эти кирпичи несколько лет лежали, например, у меня.